Всем привет! Меня зовут Настя, и в этом видео я хочу рассказать вам о последних прочитанных мною книгах. В первую очередь я решила не откладывать на долгое чтение продолжение цикла Марии Покусаевой, который называется «Зеркала». Если я сейчас всё правильно помню, то вот эта третья книга, она вышла в конце осени прошлого года, и я тогда долго думала, читать ли эту книгу сразу, или немного подождать, или вообще дождаться выхода следующей четвёртой книги. Но в результате я поняла, что сильно долго ждать не имеет смысла, и решила прочитать эту вот часть сейчас, пока я окончательно не забыла первые две книги. Напомню, что в цикле «Зеркала» всего три большие части. Первая так и называется «Зеркала», как и весь цикл, вышла она в двух книгах. Вторая часть называется «Отражение», выйдет она в трёх книгах. И третья часть я сейчас забыла, как называется, но она тоже выйдет в двух или трёх книгах. Так что да, цикл этот ещё будет выходить очень-очень долго. Так что да, решила я, что нет особо никакого смысла откладывать на долго чтение этой книги, но перед тем, как начать её читать, я решила кратко перечитать первые две части, чтобы освежить память. Главным образом мне хотелось вспомнить, как зовут всех второстепенных персонажей, кто они и какую роль играют в сюжете. Давайте я сейчас покажу вам первые две книги, да, первой части «Зеркала». Вот это, соответственно, первая часть первой части, вот это вот вторая часть первой части. Хорошо, конечно, звучит. И когда я начала перечитывать эти книги, я с большим удивлением обнаружила, что первую часть я помню практически идеально, а вот вторую часть я не помню практически вообще. Хотя вот эта вот вторая часть, которую озаглавили «Тёмная сторона», она намного более динамичная, чем первая часть «Зеркал». Первая книга здесь больше действий, здесь больше интриг каких-то событий, и мне казалось, что я должна была намного лучше её помнить, но нет. В первой части «Зеркал» я перечитала, ну, вот таким подробным образом, где-то так страниц 70-80. То есть я перечитала конкретные сцены, конкретные диалоги, но в целом вот я действительно её хорошо помнила. Но когда я открыла вторую книгу, я поняла, что я вообще не помню, кто есть кто, что эти персонажи там в сюжете делают, зачем они там. И вот в этой книге, сейчас вам скажу, сколько страниц, 373 самого текста, не считая там благодарностей, содержания и прочего. И я перечитала где-то страниц 300 в этой книге. То есть действительно практически всю её целиком, потому что мало что помнила. И это, правда, меня, повторюсь, очень сильно удивило. Что могу сказать? Меня при перечитывании этих двух книг не то чтобы раздражало, но бросалось мне в глаза всё то же самое, что и когда я читала эти две книги впервые. В первую очередь я снова обратила внимание на то, что у главной героини этого цикла, Марии, всего два психологических состояния — это депрессия и истерика. Во-вторых, я обратила внимание на то, что периодически у Марии в речи появляются современные слова, какие-то сленговые слова. И дело в том, что по идее, чисто логически, они должны присутствовать в её речи постоянно, но они появляются лишь время от времени, и это выглядит странно. То есть, либо её речь вся должна была быть такой, либо этих слов вообще не должно было быть, чтобы всё просто выглядело гладко и более красиво, что ли. Не знаю. В-третьих, я обратила основу внимание на то, что Марии совершенно не скучает по интернету, по мобильному телефону, по фильмам, сериалам, музыке и так далее. То есть, всему тому, всей той информации, которая нас окружает каждый день. Она даже не вспоминает о них, кроме одного единственного эпизода, где она думает о том, что она, судя по всему, уже не увидит никогда продолжение какого-то своего любимого сериала. Всё. Хотя, опять же, чисто теоретически, логически, она должна постоянно думать о том, что вот, она не может посмотреть какие-то новости, у неё нет под рукой мобильного телефона. И так далее, и тому подобное. Также я обратила внимание на то, что главная героиня Марии задаёт слишком мало вопросов. Она практически ничего не стремится узнать о своих предшественницах, потому что она довольно-таки быстро узнаёт, что она далеко не первая девушка, которая переместилась в этот другой мир. Она не задаёт вопросы по поводу того, когда и как именно она вернётся в свой мир. Уже при этом промелькнуло слово «ритуал», но она не стремится узнать, что это будет за ритуал, как именно её будут возвращать обратно. Ну и множество также в эпизодах возникает каких-то примет именно этого другого мира, каких-то особенностей. И Марии тоже ничего, ни о чём не расспрашивает, ничего не стремится узнать. И это тоже как-то выглядит не очень логично. Так, и что я ещё отметила, так это то, что в отличие от того момента, когда я читала эти книги в первый раз, это было, кстати говоря, в апреле прошлого года, тогда меня совершенно не раздражало встречающееся в довольно-таки большом количестве в этих книгах слово «милая». К ней так постоянно обращаются «милая», «милая», то есть не по имени, а именно вот «милая». И пару-тройку раз Марии пытается заставить других персонажей называть её по имени Марии, но это не увенчивается успехом, скажем так, а потом вообще как-то все об этом забывают. И так и продолжают называть её «милая». Так вот, вот в этот раз почему-то повторение постоянно вот этого слова меня очень сильно раздражало. В отражениях, кстати говоря, в первой части, второй части этого слова уже практически нет, там зато возникла другая проблема, о ней мы с вами поговорим немножко позже. Но в любом случае, несмотря на все вот эти вот недостатки, скажем так, первых вот этих вот двух книг, всё равно я поняла, что они по-прежнему мне нравятся, я по-прежнему оцениваю их на 4 балла. И что самое главное, меня снова захватила атмосфера, которая была создана в этих двух книгах. Мне хочется в ней находиться, хочется, не знаю, воображать этот вот придуманный мир, придумывать какие-то свои истории в этом мире. Мне кажется, на самом деле, это очень важно, когда читаешь вот такие вот фэнтези-книги. И да, это было интересно. Я с большим удовольствием, на самом деле, перечитала вот так вот кратенько, ну или не очень кратенько, обе эти книги. И, собственно, с нетерпением ждала того момента, когда я начну читать третью книгу. Но перед тем, как... Так, сейчас зеркала беру, а то книги тяжёлые, чтобы они мне не мешались. Так вот, перед тем, как открыть вот эту вот книгу «Отражение», я решила ещё посмотреть видео на канале автора Марии Покусаевой, в котором она рассказывала, зачем она перед тем, как выпустить вот эту третью книгу, перечитывала сама первые две книги, да, первую часть «Зеркала». Она, в принципе, в том видео довольно подробно рассказывает, как она писала первые две книги, на протяжении какого времени, как она переписывала какие-то части. Она рассказывает о том, какие ошибки она заметила в тексте, когда перечитывала «Зеркала». Я сейчас имею в виду не ошибки там орфографические, грамматические, да, там, которые относятся к пунктации и так далее, нет, а те, которые она допустила с точки зрения писательского мастерства. И также в своём видео Мария Покусаева сказала такую вещь, что из-за того, что цикл она пишет на протяжении уже довольно-таки большого времени, то в тексте «Зеркал» есть много вещей и линий, которые по изначальной задумке должны были либо иначе развиваться, либо в принципе как-то развиваться. По ходу сюжета. Но со временем её замысел поменялся. И, соответственно, какие-то кусочки, какие-то небольшие эпизоды, они вот остались повисшими в воздухе. И продолжения их не будет. То есть вот они остались какими-то такими артефактами, да, скажем так, в тексте. И когда я видео Марии Покусаевой смотрела, я как-то не особо обратила внимание на вот эти вот слова, но затем, когда я уже начала читать отражение, я поняла, что да, многие вещи действительно повисли в воздухе, многие эпизоды и сюжеты. И как минимум то, о чём говорилось в конце второй книги, там был определённый эпизод, он не получил развития вот в этой вот третьей книге. И непонятно, будет ли что-то вообще об этом сказано в других книгах. Или всё, этот вот эпизод, он повис в воздухе, и продолжение его читатель никогда не узнает. Я, конечно, надеюсь, что всё-таки автор что-то ещё скажет по поводу той сцены того эпизода, но уже готова к тому, что ничего больше я не узнаю насчёт него. Ну да ладно, давайте всё-таки я перейду к отражениям. Особо о сюжете я ничего говорить не буду. Я сейчас, да, не напоминала вам о чём. «Зеркала» по той простой причине, что если вы не читали как раз-таки первые две части, то вам ничего не скажет сюжет вот этой вот третьей книги, начало второй части. Это будет просто нечто вырванное из контекста. Поэтому я сосредоточусь на том, как я оценила эту книгу по сравнению с тем, как написаны «Зеркала». Как только я начала читать отражения, я сразу же обратила внимание на то, что эта книга совершенно другая и она совершенно по-другому написана. А за счёт того, что я читала все три книги, получается, подряд, одну за другой, то благодаря этому контраст между ними стал для меня ещё более заметным. В первую очередь отражения перестали быть мрачной, зловещей, такой немножко страшноватой. Истории ей здесь очень мало изнанки. Это, скажем так, такая страшная часть другого мира. Здесь намного меньше пугающих столкновений главной героини с колдовством и с магией. Здесь, по-моему, вообще не было никаких ритуалов и связанных с ними каких-то элементов. Но здесь зато очень много интриг, новых персонажей и новых историй, с которыми как раз-таки связано отличие зеркал и первой части отражений. Это отличие состоит в том, что отражения включают в себя две параллельные повествовательные линии. В одной из них мы видим всё глазами главной героини, Марии, таким образом узнаём всё, что с ней происходит. А во второй повествовательной линии мы видим совершенно новых персонажей, их истории, рассказ об их судьбах и о том, какие интриги плетутся ими и вокруг них, с учётом того, что они все пока что ещё не подозревают о существовании в их мире девушки из другого мира. То есть они о существовании Марии пока что ещё ничего не знают. И я вам могу точно сказать, что такой стилистический ход в данном случае оказался очень удачным, очень интересным по сравнению с тем, что было в первых двух книгах. В зеркалах тоже было что-то наподобие таких двух повествовательных линий, но там всё было совершенно по-другому. Там где-то 80% текста занимала линия, в которой рассказ ведётся от лица главной героини Марии, и периодически мы видели происходящее глазами других главных персонажей, чьими глазами мы видели Марии. То есть в любом случае весь текст крутился вокруг неё, вокруг её попадания в этот мир и вокруг тех событий, которые происходили, которые происходили совершенно не по плану. Всё пошло вообще совершенно не так, как это было раньше с другими девушками, которые в этот другой мир попадали. И это было, не скажу, что очень интересно, потому что хотелось узнавать что-то новое, что-то, о чём Мария совершенно не знает, не подозревает о том, что творится у неё за спиной. А здесь вот как раз-таки вот на это вот был сделан упор, и мне это очень понравилось. Также мне опять понравилось, как была создана атмосфера каждой сцены, каждого эпизода, каждого места, детали интерьера, одежды, фактуры ткани, какие-то запахи, звуки, оттенки света и цвета, все они прекрасно передают то, что видела, ощущала, чувствовала, слышала Мария. И все эти детали, прекрасно проработанные, они оживляли каждую сцену, потому что мы же всё-таки с вами не в вакууме каком-то живём. Нас окружает огромное количество вещей, мы постоянно что-либо слышим, постоянно что-либо ощущаем. И несмотря на то, что вряд ли мы обращаем на всё это внимание, потому что этой информации слишком много, мы просто не смогли бы всё это осознать, если бы осознавали бы абсолютно всё, каждую мелочь. Но в книге вот эти вот детали, они, повторюсь, оживляют пространство. И благодаря этому книга становится какой-то уютной, хочется в этом вот мире оставаться, хочется продолжать чтение. Но я могу сказать, что, к сожалению, в отличие от первых двух книг, на мой взгляд, вот в этой вот части отражения, вот эти вот детали, они вытеснили на второй план самих персонажей. То есть вот эта атмосфера, эти детали, они вышли на первый план, и всё, всё собой сгородили, абсолютно всё. И где-то там на заднем фоне происходит история, что-то там делают персонажи, какие-то события происходят, плетутся какие-то интриги, но на них моё внимание вообще совершенно не концентрировалось в процессе чтения. И более того, я могу сказать, что, в принципе, персонажи показались мне какими-то блеклыми, и динамика слабо ощущалась в этой книге, хотя в ней постоянно что-то да происходило. И также, к сожалению, в этой части отражения у меня создалось ощущение, что персонажи стали какими-то картонными, причём абсолютно все, потому что то, что они испытывают, это было просто описано словами. То есть я не чувствовала за этими описаниями чувств настоящего чувства. Например, в этой книге очень часто встречается слово «злиться», этот глагол, то есть какой-либо персонаж постоянно злится, либо раздражается, но я не чувствовала вот этой вот злобы. То есть я не могла представить, почему она возникла, каким образом она возникла. Мне казалось постоянно, что персонаж вообще в этой ситуации не должен испытывать это чувство, ну либо, ну, по крайней мере, злость. Он должен испытывать максимум, возможно, лёгкое раздражение, но не более того. То есть все вот эти вот эмоции, они просто сказаны словами, что вот персонаж сейчас злится, сейчас он раздражён, сейчас он устал, сейчас вот ещё что-либо. Но я не могла себе этого представить. А вот в первых двух частях как-то вот не было такого, как-то я не замечала такого за персонажами. Мне казались их проявления чувств более естественными, здесь же они какие-то искусственные. также я отметила, что в отражениях практически не было какой-то химии между героями, что опять же делало их блеклыми. Главные персонажи очень мало общаются между собой и постоянно. Кто-то там злится, кто-то обижается, но непонятно, откуда это всё берётся. И как-то всё это было немного скучновато. Вот. И если продолжать вот эту вот тему словесного описания эмоций, то вот именно в этой книге третьей, в этой первой части, второй части появились слова и фразы паразита. Кажется, так их называют. В общем, в первой части зеркала только один герой, то ли два, имели привычку склонять голову на бок и прищуриваться. В отражениях же все персонажи начали склонять голову на бок и щуриться или прищуриваться. Вот знаете, так дружно все делают вот так и при этом прищуриваются. Это смешно на самом деле. Правда, это очень смешно. Потому что когда такое поведение, да, скажем так, такое проявление мыслей и эмоций встречалось у одного или двух персонажей, это выглядело ещё нормально. Ну, привычка такая, да, у человека, да, который описан так делать. Но когда это начали делать абсолютно все персонажи с разными характерами, с разными мыслями в голове, это уже начало выглядеть странно и смешно, повторюсь. В особенности это выглядит смешно, когда представляешь, как они делают вот так и вот так. Постоянно щурятся. То есть вот вы представляете, персонаж заходит в какую-нибудь комнату, смотрит на другого персонажа, тот что-то ему говорит и первый ответ на него вот так вот прищуривается и начинает с прищуром его изучать. Ну, да, мне кажется, это всё было абсолютно вообще лишнее в тексте. Я не знаю, почему здесь так много вот этих вот слов. На мой взгляд, можно было прекрасным образом убрать их из текста и текст бы от этого стал только лучше. И также я ещё отметила, что в отражениях много слов «хищный оскал», «кривая улыбка», а также таких фраз, как дёрнулся уголок губы. Вот. А теперь представьте, что персонаж склоняет голову на бок, прищуривается и у него дёргается уголок губы. Я не буду пытаться это изобразить, потому что мне не хватит для этого актёрского таланта, актёрского мастерства, но это правда смешно. Я вот сейчас просто это ещё раз представляю в своём воображении, когда так каждый ещё из персонажей делает. И да, ну, какое-то кривляние даже, по-моему, получается. В общем, знаете, вот эти вот слова, они на самом деле стали выглядеть как фраза «закатила глаза» или «закатил глаза», которая зачастую встречается в книгах в жанре романтического фэнтези. По 100-500 раз она там в текстах встречается, и под конец она настолько надоедает, что уже сам читатель начинает закатывать глаза. Вот здесь вот получилось что-то вроде этого. И вообще, на самом деле, я вам могу сказать, что качество вычитки текста редактором, по крайней мере, мне не очень понравилось, потому что в тексте есть какие-то нестыковки. Например, я выписала себе такой момент на странице 70, он встречается. Марии вместе с одним из главных персонажей приходит в дом другого волшебника, чтобы повидать одну девушку. Не буду вдаваться в подробности, так вот кратенько вам опишу. И значит, этот главный персонаж хватает Мари за руку, и значит, Мари все это описывает так. Он протащил меня за собой мимо тети Хелен, а потом двери закрылись за моей спиной, и мы оказались в маленькой и очень уютной комнате. То есть вы можете представить, ее перетащили, да, затащили в какую-то комнату, двери за ней закрылись, и значит, они вот в какой-то маленькой комнатке оказались. Но чуть ниже написано, что словно бы этого было мало, тетя Хелен, недовольно топая, стремительно пересекла комнаты и задернула шторы поплотнее. Но они же, по идее, вот эту вот тетю Хелен оставили там, за закрытыми дверями. Но даже если тетя Хелен вошла в комнату вместе с ними, то она уже была в комнате. Какие комнаты она пересекла, если она уже там, в этой комнате находилась? В общем, да, несостыковочка такая вот маленькая. Еще одна есть на странице 149. Одного из главных персонажей зовут Кондор, и написано следующее. Кондор кивнул. Женщина поклонилась медленно, с достоинством человека, который признает власть другого над собой. Доброго дня, леди Рэндалл, сказал Кондор и поклонился ей в ответ. Но он уже ей кивнул, как человек более высокого социального статуса. Он не должен был ей кланяться в ответ. Ну, либо он не должен был ей кивать в начале. То есть вот эта вот леди Рэндалл сделала реверанс, поклонилась ему, и он, соответственно, поклонился ей в ответ. В общем, тоже какая-то несостыковочка. Также в тексте периодически встречаются повторения местоимений и каких-либо других слов, которые прям сильно бросаются в глаза. Например, на странице 152 есть такие строки. И это от нее тоже не укрылось. И вам тоже не стоит так переживать, миледи. То есть вот это тоже, тоже оно прям бросается в глаза. Ну, еще я здесь выписала себе парочку примеров. Уже не буду их приводить. Мне кажется, этого приведенных мной примеров, точнее, достаточно. Но на самом деле редактура, да, ну, такие какие-то мелочи, это еще не самое страшное, что есть в этой книге. Самое страшное здесь это количество опечаток. Я насчитала невооруженным глазом аж 43. И это точно далеко не все. Потому что на примере, например, одного предложения, в котором было аж целых две опечатки, из которых я сначала заметила только одну, а когда выписывала это предложение, то заметила и вторую. Я поняла, что могла пропустить кучу еще вот таких вот подобных опечаток, потому что читала книгу, в принципе, довольно-таки быстро, соответственно, могла что-то не заметить. Но вот из того, что я заметила, 43 опечатки, это очень много. Это пропущенные буквы, либо какие-то лишние буквы в словах. Пропущенные запятые, лишние знаки припинания, неправильные буквы, повторения слов одних и тех же в предложениях. В основном это были предлоги. Какие-либо. В общем, качество верстки, плохое, по-другому не скажешь. В этой книге, сейчас вам скажу, сколько страниц, 375 и минимум 43 опечатки. Это очень много. Корректора, кстати говоря, здесь не было. Здесь указаны только выпускающий редактор. Да что ж такое страница у меня? Не закрывается. Выпускающий редактор, редактор, человек, который делал обложку, человек, который рисовал иллюстрации, кто занимался леттерингом, я так понимаю, подбором шрифта. И указан человек, который существовал компьютерную верстку. Как вы можете видеть, корректора нет. Но его стоило нанять однозначно, потому что это какой-то кошмар. И на самом деле вот это огромное количество опечаток, оно очень сильно мешало мне читать книгу, потому что я постоянно спотыкалась об эти ошибки. То есть читаешь, читаешь всё хорошо, уже погружаешься в эту атмосферу книги. И тут раз, и опечатка одна, потом, например, на следующую страницу другая, и всё. Темп чтения, соответственно, вот этот теряется, вся эта атмосфера разрушается. Я, по крайней мере, каждый раз раздражалась, когда видела опечатки. Тем более, что это была не первая, не вторая, не десятая, даже не двадцатая. Ну, я думаю, вы понимаете, да? Вот. И это прям плохо. И если учесть, сколько эта книга стоила, 1200 с чем-то рублей я за неё заплатила. Я, по-моему, себе даже тут выписала на всякий пожарный перед видео. Нет, не выписала. Я выписала только себе, сколько, я думаю, эта книга должна была стоить. Я думаю, она должна была стоить рублей 900-950 максимум. Максимум по современным меркам, потому что здесь, ну, всё-таки твёрдая обложка. Здесь белая, довольно-таки плотная бумага, качественная. Здесь прекрасные иллюстрации. Мне, кстати говоря, очень нравится художница, да, которая... Точнее, работу художницы, которая рисовала иллюстрации для цикла «Зеркала», для всех этих трёх книг. Вот. Но всё остальное, ну, как-то не тянет на цену в 1200 слишком рублей. И, честно говоря, с учётом ещё того, что, в принципе, эта книга сама по себе, по сюжету мне не очень понравилась, с учётом того, что персонажи показались мне блёклыми в данном случае, шаблонными, не особо интересными. Также с учётом того, что продолжается нагнетание атмосферы, продолжает увеличиваться количество интрига вопросов, но при этом не появляются, ответы практически не появляются. Я поняла, что, скорее всего, четвёртую книгу я куплю в электронном варианте, не в бумаге. Потому что, ну, мне просто, честно говоря, не хочется тратить такие деньги на не очень интересный текст. Хотя вполне возможно, что вторая часть, второй части отражение будет интереснее, чем эта третья книга. Но, тем не менее, за такое качество корректуры, да, за такое качество верстки и, ну, не особо понравившейся мне редактуры, мне не хочется платить такие большие деньги. Я считаю, что книга должна стоить дешевле, рублей 900-950, где-то так. В предыдущей части стоили 800-850 рублей, где-то на этом уровне. Но я обе по предзаказу, по-моему, покупала, поэтому они были дешевле. Но сейчас на лабиринте периодически тоже по акции они примерно столько стоят. Так что, да, ну, вот эта книга, её цена, на мой взгляд, очень сильно завышена. И да, у меня больше нет желания покупать книги в бумаге, хотя, вот, наверное, только ради иллюстрации я бы могла купить в бумаге, но что-то не очень хочется. Может быть, сначала куплю четвёртую книгу в электронном варианте, прочитаю её, тем более, что если, например, покупать на Литрес электронный вариант книги во время проведения каких-либо акций, то её вообще можно купить за 100 с небольшим рублей, то, ну, если понравится, можно купить потом попозже в бумаге, тоже, когда будет какая-нибудь акция у издательства «Руграмм», чтобы вышло дешевле. Ну, вот как-то сразу покупать книгу в бумаге за такие деньги большие, мне, повторюсь, уже, наверное, в третий раз больше не хочется. В целом, подытоживая свои впечатления об этой книге, хочу сказать, что отражение меня пока что разочаровывает. Первые две части «Зеркала» мне понравились намного больше, мне хотелось оставаться в том фэнтезийном мире, как я уже говорила немного ранее, а вот в мире, который описан в отражениях, мне не захотелось оставаться. Я прочитала эту книгу и всё как бы перешла к следующей и даже как-то не сожалела вообще на самом деле, что я расстаюсь вот с этим вот фэнтезийным придуманным миром, что вот сейчас нужно будет переключаться на какую-то другую книгу. Когда выйдет следующая часть, пока что непонятно этого цикла, потому что, как я поняла, Мария Покусаева сейчас пишет вот эту вот вторую часть второй части. Ну, посмотрим. Когда выйдет, постараюсь её оперативно прочитать, конечно же, вам расскажу о своих впечатлениях, нравится ли мне цикл или нет, потому что также я думаю, что если следующая книга мне не особо понравится, то вполне возможно, что можно уже и прекратить чтение этого цикла, потому что, ну, как-то интерес у меня к нему резко остыл. Нет ответов на те вопросы, которые были заданы в первых двух книгах, и всё. Мне не нравится, на самом деле, когда авторы бросают какие-то вот линии в воздухе, какие-то эпизоды, какие-то сцены. Мне всегда хочется узнать ответы на вопросы. Максимальное количество ответов на максимальное количество вопросов. Но в случае с этим циклом, судя по всему, так уже не будет. И да, это сразу же охладило мгновенно мой интерес к этим книгам. Что ж, я довольно-таки долго рассказывала вам про цикл «Зеркала», сравнивала первую часть цикла и начало второй части, так что давайте уже перейдём к следующей книге. Она на самом деле, её прочтение было новеяно как раз-таки вот этим вот циклом. Она связана с ним чуть ли не напрямую. Как я поняла, Мария Покусаева в своём цикле «Зеркала» во многом вдохновлялась 19 веком. То есть интерьеры, платья, одежда, какие-то вот детали, все они были вдохновлены именно вот той эпохой. И мне захотелось прочитать книгу, которая была написана именно вот в 19 веке. И мой взгляд упал на полочку, где у меня стоят романы сестёр Бронте и Джейн Остин. Я их все, вот все, что вышли на русском языке, прочитала, когда была подростка. Основную их часть. Некоторые книги, которые были не закончены, я читала немножечко попозже, но это, по-моему, одна, то ли две книги. Всего были, но основную массу произведений, да, вот этих вот писательниц я прочитала именно, когда была подростка. Две или три книги я прочитала, когда ещё училась в школе, а все оставшиеся я прочитала на первом и втором курсе, когда училась в университете. И с того момента эти книги я ни разу не перечитывала, потому что не раз слышала и читала отзывы других читателей, в которых говорилось о том, что они эти книги очень любили, вот так же, вот когда были подростками, что они им очень нравились, и когда они перечитали эти романы, они показались им наивными и, да, разочаровали их эти книги. И вот я боялась разочароваться, я боялась, что я начну перечитывать все эти книги, которые мне так нравились. Давным-давно, правда, но тем не менее, я боялась, что они мне уже так не понравятся и что вот это вот светлое воспоминание об их чтении будет подпорчено, скажем так. Но тут я решила, что всё-таки нужно пересилить вот этот вот страх разочарования и всё-таки взять что-нибудь прочитать. Я решила взять роман «Учитель» Шарлотты Бронте. Это, кстати говоря, самое первое крупное произведение, которое она написала. И взяла я эту книгу потому, что я её вообще не помнила. То есть её сюжет я абсолютно забыла за прошедшие где-то так 15 лет с того момента, как я её первый раз читала. Сюжеты других книг Шарлотты Бронте, также её сестёра, также Джейн Остин я помню намного лучше. Ну, точнее, я в принципе их помню в отличие от этой книги. А всё потому, что я не раз смотрела экранизации, в частности, экранизации романов Джейн Остин, поэтому сюжеты некоторых её романов я помню очень-очень даже хорошо. С книгами «Сестёр Бронте» немножко похуже, но тем не менее тоже. Я когда-то давно смотрела экранизации, более-менее что-то там помню. Экранизацию же вот этого романа я никогда не смотрела, и, честно говоря, я даже не знаю, существует ли она вообще или нет. Перед съёмкой этого видео я не проверяла эту информацию. И да, повторюсь уже, в который раз я вообще не помнила, о чём эта книга. И пока я её читала, у меня тоже ничего в памяти не всплыло, ни одна сцена, ни один эпизод не показались мне знакомыми. Так что да, за прошедшие годы я абсолютно целиком и полностью эту книгу забыла. Так что, наверное, сложно говорить о ней в таком ключе, что я её перечитала, потому что, по сути, я прочитала её как вот в первый раз, как будто никогда не читала до этого. Итак, о чём эта книга? Примечательно здесь в первую очередь то, что повествование ведётся от лица мужского персонажа, главного героя, которого зовут Уильям Кримсворд. И в этой книге рассказывается история его жизни, того, что с ним приключилось, с того момента, как он закончил обучение в Итоне, и до того момента, как, собственно, рассказчик начал нам, читателям, всё это рассказывать. Между той и вот этой временной точкой, скажем так, прошло где-то так лет 12, ну, может быть, чуть-чуть побольше. Итак, рассказчик, да, нам рассказывает о том, как после окончания Итона он в своём, скажем так, юношеском максимализме отказался от помощи богатых дядюшек, как он решил сам строить свою судьбу, как он поехал в другой город к своему старшему брату, с которым очень мало и редко общался, надеясь получить поддержку, помощь от него, но которых не получил, получил совершенно другое. И вообще он рассказывает о том, как у него отношения со старшим братом совершенно испортились. Рассказывает он о том, как получил неожиданно помощь от совершенно постороннего человека, хотя помощью это сложно назвать, это скорее был совет данной юноше в довольно-таки грубой форме, который заставил его двигаться по жизни в совершенно другом направлении. И благодаря вот этому вот непрошенному, по сути, совету главный герой оказывается в Бельгии, в Брюсселе, где с ним и происходит основная масса событий и изменений в его жизни. Там он, собственно говоря, начинает преподавать в двух пансионах, в двух учебных заведениях закрытых, в мужском и женском. Он становится там учителем английского языка. Именно поэтому роман так и называется «Учитель». О сюжете больше вам ничего говорить не буду, потому что иначе вам будет неинтересно читать эту книгу, если вы её ещё не читали и если вы хотите её прочитать. Но могу сказать одно, что в целом роман как таковой у меня особого восторга не вызвал. Хотя в деталях он прекрасен. То есть вот отдельные сцены, эпизоды, диалоги, разговоры, описания, они замечательные и очень интересные. Как минимум, например, прекрасно описано женское закрытое учебное заведение, описаны воспитанницы и характеры, царящая там атмосфера, и то, как воспитанницы относились к своим наставницам, директрисе, к преподавателям, женщинам и мужчинам. И это всё имеет под собой реальный жизненный опыт самой писательницы Шарлотты Бронте, потому что она преподавала в подобном закрытом учебном заведении для девушек юных. Она сначала училась в такой вот школе, затем стала там преподавательницей, и поэтому, соответственно, она далеко не понаслышке знала, что там творится, что там вообще происходит, и это видно. Видна вот эта вот реалистичность происходящего там. Во-вторых, мне понравилось то, что две из её героинь — это женщины, которые стремятся к независимости, либо уже являются независимыми от мужчин. Например, одна из героинь в этой книге, она является директрисой женского учебного заведения, при том, что она ещё не замужем, детей у неё нет, но у неё уже есть своё дело, свой бизнес, скажем так, и она является основательницей этого бизнеса, она им управляет, и это вообще очень деловая и расчётливая молодая женщина. А вторая главная героиня, она ещё не достигла, скажем так, на момент повествования, по крайней мере, тех карьерных высот, как та другая героиня, но тем не менее она прямо заявляет о том, что она хочет чем-то заниматься, она хочет работать сама, она хочет сама зарабатывать деньги, она хочет быть независимой. И с учётом того, что это произведение было написано в середине XIX века, такие мысли, конечно же, очень прогрессивны для того времени, и они, конечно же, обращают на себя внимание при чтении. Но, к сожалению, все вот эти вот замечательные, интересные детали, они так вот и остались деталями. То есть, в целом, вот текст, он не настолько яркий, не настолько захватывающий, как вот эти вот отдельные вот небольшие эпизоды, сцены, разговоры и диалоги. Они, знаете, вот как глоток свежего воздуха. Вот в этом вот довольно-таки банальном и предсказуемом повествовании. И хотя есть в этой книге кое-что, что не давало мне скучать, на самом деле, на протяжении всего чтения. Это характер главного героя Уильяма Кримсворта. Какой же это бесячий персонаж! Какое же раздражение он у меня вызывал! Вы даже не представляете! Хотя поначалу этот персонаж Уильям Кримсворт у меня вообще никакого раздражения не вызывал. Он казался мне довольно-таки адекватным человеком. Этаким, знаете, восторженным, чувствительным юношей, который вот только-только вышел из стен закрытого учебного заведения, перед которым весь мир открыт. И он открыт этому миру. Который хочет найти своё призвание в этом мире, найти своё место в этом мире. Который хочет исполнить все свои мечты и желания. И в какой-то момент он мне начал даже немного напоминать своей чувствительностью Вертера из книги «Страдания юного». Вертера Гёте. Хотя в целом это вообще абсолютно разные персонажи. У них совершенно разные судьбы в книгах. Но вот именно вот этого чувствительностью своей, вот чем-то этот персонаж мне показался похожим на Вертера. Но этот вот восторженный юноша после переезда в Брюссель превращается в совершенно другого человека. Он становится замкнутым, угрюмым, необщительным. Он начинает грубить окружающим, говорить резкости. Он становится самодовольным, высокомерным. И, что самое главное, мнящим о себе невесть. Что? Хотя из себя он ничего особого не представляет. Он не особо красив, и об этом, о своих неправильных чертах лица он довольно-таки много рассказывает в первой части книги, скажем так, когда он еще находился в Англии. Жилья у него своего нет. Даже лачуги какой-нибудь жалкой нет. Денег тоже особо нет. Связей и готовых помочь родственников нет. И вообще ему всего 22 года, ведет он себя так, как будто ему лет 40, и у него огромный жизненный опыт. Хотя, на самом деле, никакого еще жизненного опыта у него нет. Вот. Но да, он на всех смотрит с презрением, думает, что он выше всех, что он лучше всех, что он умнее всех, что он знает и понимает в жизни намного больше и лучше всех его окружающих, даже тех людей, которые старше его и по-любому имеют намного больше жизненного опыта, чем он. Он думает, что он самый хорошо воспитанный. В общем, это, конечно, неимоверно бесило меня в этом персонаже, но на самом деле это еще не самое бесячее, что в Уиньем и Кримспорте есть. Самое бесячее в этой книге начинается тогда, когда начинает развиваться любовная линия. И там просто от того, что говорил этот главный персонаж, у меня просто глаза лезли на лоб, и мне хотелось выбросить книгу в окошко. Не в прямом смысле, конечно же. Но, тем не менее, персонаж был очень-очень-очень раздражающим. Посудите сами. Во-первых, для него очень важна внешность девушки. При том, что в начале он вроде как говорит, что красивые куклы, у которых в глазах нет проблеска ума, ему совершенно не интересны, и что он никогда бы не хотел жениться на такой вот девушке. Тем не менее, когда герой оказывается в Брюсселе, и когда он начинает мнить себя непонятно кем, когда он начинает мнить себя невероятно опытным и умудренным жизнью человеком, он говорит, что если бы девушка была умной, беззубой, полуслепой, прыщавой и горбатой, то он был бы только добр к ней, но никогда бы не воспылал страстью. То есть, да, внешность очень важна. И подтверждается это чуть ниже по тексту, на другой же странице. Рассказчик говорит, что прекрасная внешность была едва ли малозначащей. Так что, да, девушка должна была избранница, спутница его жизни, выглядеть просто превосходно. И, собственно, рассказчик, да, не раз поет дифирамбы той девушки, которую он выбрал. Он поет дифирамбы ее тонкой талии, грациозному стану, изящной белой шейке, гладко убранным волосам. Что же касается внутренних качеств своей будущей избранницы, то вот что он хочет в ней видеть. Существо, мыслящее как я и чувствующее как я, воплощение рассудительности и прозорливости, упорства и старания, самоотречения и самообладания, образец правдивости и достоинства, независимости духа и безупречной совести, всего благородного и высокого, что делает жизнь истинной и полной, скромный обладатель источников нежности и ясного, негасимого огня, источников подлинного чувства, подлинной страсти и душевной чистоты. При этом у меня возникло ощущение, что сам главный герой, он и половиной просто этих добродетелей не обладает. Но главное еще, что он отмечает, что жена должна быть послушной. И на одной из страниц герой беспокоится. Останется ли она такой же послушной, улыбчивой и счастливой под моим началом? Ну, просто супер бесячая фраза, на мой взгляд. А еще Уильям Кримсфорд постоянно обращает внимание на порядок в жилище своей возлюбленной и не раз отмечает, что в этих узких владениях царил изумительный порядок, такой, что умиротворил мою взыскательную натуру. При этом сам он, как я поняла, никогда вообще в своей комнате не убирался, ну, может быть, когда, конечно, учился в Итоне, ну, что-то я сомневаюсь. Скорее всего, там были какие-то служащие, которые занимались уборкой какие-нибудь горничные или еще какие-либо другие рабочие. Ну, по крайней мере, когда он жил в пансионе, то там точно убирала в его комнате горничные. Сам он вообще ничего не делал. А тут, видите ли, у него взыскательная натура, и, значит, вот все он оценивает. Но, несмотря на все это, несмотря на все вот эти вот его недостатки и претензии, конечно же, его избранница в него влюбляется. И я, на самом деле, терпеть не могу вот именно такие вот любовные линии, хотя они очень распространены не только в художественных произведениях, но также в фильмах и сериалах. В частности, во многих дорамах можно такое увидеть, когда главный герой грубит главной героине, когда он с ней резок, когда он ее обижает, вообще ни во что не ставит. И она в него влюбляется, и потом оказывается, что он тоже влюблен в нее. И, конечно же, они остаются вместе, все у них замечательно. Как говорится, и жили они долго и счастливо до конца своих дней. Ну, я думаю, вы поняли мою мысль. Так что, да, нет ничего удивительного, конечно, в том, что его избранница в него влюбилась, но просто как это все описано. Несмотря на то, что главный герой очень груб со своей избранницей, он постоянно суров к ней, смотрит на нее высокомерно, даже иногда с каким-то презрением, тем не менее, она его боготворит. И в одном из писем она ему пишет, «Вы были добры ко мне, мессия». Очень добры. Хотя такого и в помине не было вообще никакой доброты. Она от него не видела. Совершенно ничего подобного не было. И далее герой уже от своего лица пишет, что он припоминает, сколь успокаивающие воздействия неизменно оказывали на нее строгость и внушительный тон. То есть в понимании главного героя, ну и в действиях его, в ходе текста видно, что он считает абсолютно нормальным со своей избранницей, с любимой девушкой обращаться сурово, говорить ей что-либо внушительным тоном, вести себя так, как будто вот он, да, суперумный человек, очень умудренный жизнью человек, хотя ему всего 22-23 года на тот момент, когда он с ней познакомился, а девушке всего 19, то есть разница в возрасте между ними не особо большая. Но он вот такой вот, весь вот выше нее, лучше нее, она вот, да, должна быть во всем ему послушной, потому что она, конечно же, не такая замечательная, как он, и да, она ниже него по-любому. Ой, как же это все раздражало, как же это все меня бесило. Все вот эти вот отдельные фразы, слова, которые они друг другу говорят, вызывали у меня просто огромное количество негатива, но я прекрасно осознаю, при этом и понимаю, когда именно была написана эта книга, напомню, это середина 19 века, и я прекрасно понимаю, что для того времени такое вот отношение к женщинам было нормой. Да, так вот все и было. В общем, по современным представлениям главный герой Уильям Климсворт просто невероятно бесяч, и также по современным представлениям совершенно непонятно, как его избранница, абсолютно адекватная девушка, далеко не глупая, очень решительно, я решила выйти за такого человека, как Уильям Климсворт, замуж. Подытоживая свой рассказ об этой книге, хочу сказать, что несмотря на то, что главный герой меня невероятно бесил своим поведением и своими репликами, а также несмотря на то, что одна из сюжетных линий также меня невероятно раздражала, тем не менее, я все равно поставила этому роману 4 балла из 5, потому что, во-первых, он меня не оставил равнодушной, я испытала просто огромное количество эмоций, пока я его читала, не совсем правда в том ключе, в котором я думала, но тем не менее. А во-вторых, в книге присутствует множество интересных описаний, деталей, разговоров, диалогов, размышлений, которые позволили мне погрузиться, скажем так, в голову человека, который жил в 19 веке, позволили мне посмотреть на окружавший его мир его глазами. И в целом я могу сказать, что для первого романа, написанного женщиной в середине 19 века, это очень даже неплохая книга, с учетом того, что писательница еще и вела повествование от лица мужского персонажа, то очень даже замечательно все у нее получилось. И теперь мне на самом деле очень хочется перечитать и другие романы Шарлотты Бронта, также ее сестер, а также романы, написанные Джейн Остин, потому что мне интересно сравнить свои впечатления. Мне интересно, что я буду думать обо всех этих произведениях сейчас, как я оценю теперь всех персонажей, то, что они делают, то, что они говорят. Так что я уверена, что в этом году я еще пару-тройку романов я перечитаю, конечно же, обязательно вам расскажу о своих впечатлениях от них. И последняя книга, которую я хочу вам сегодня рассказать, заинтересовала меня сразу же в тот момент, как только она вышла, и я очень рада, что издательство Альпина прислало мне эту книгу на обзор. Спасибо им большое за это. Книга эта называется «Тени в западном искусстве» и написал ее выдающийся историк и теоретик искусства Эрнст Гомбрих, которого в 1995 году Национальная галерея в Лондоне пригласила побыть одним из кураторов серии выставок под названием «Взгляд художника». И как куратор он выбрал тему тени в искусстве и ее значение, а точнее, значение падающей тени. Это тень, которую предмет отбрасывает на землю или любую другую поверхность. Почему в качестве темы он выбрал именно тень? И почему именно падающую тень? Оказалось, что художники, жившие в разной эпохе, в разное время, которые, точнее, что творчество относилось к разным художественным школам и разным направлениям, совершенно по-разному изображали тень на своих полотнах. Далеко не все тени, во-первых, изображали, зачастую падающие тени не изображали вовсе. Иногда на полотнах не было совершенно никаких теней, либо их было очень и очень мало. И каждый раз, когда художник изображал или не изображал на своем полотне какой-либо вид тени, в итоге это изображение очень сильно отражалось на общем восприятии картины, фрески или мозаики. И вроде бы тень — это деталь такая незначительная, на которую вообще, мне кажется, мало кто из посетителей выставок обращает внимание. Я вот лично вообще никогда не обращала на это внимание. Тем не менее, оказалось, после прочтения этой книги, что тень играет очень и очень большую роль при создании художественного полотна и последующем восприятии этого художественного произведения. И вот как раз таки в этой вот небольшой книге «Тени в западном искусстве», которая вышла как сопроводительное издание в момент проведения вот этой вот серии выставок «Взгляд художника» в 1995 году в Национальной галерее в Лондоне Эрнст Гомбрих кратко знакомит или знакомил посетителей выставки в том далеком 1995 году, а теперь знакомит читателей этой книги с таким явлением как тень, с тем, как именно изображали ее на своих полотнах разные художники в разное время. Приводит он в этой книге пример полотен, которые тогда представлялись на выставке, рассказывает подробно, какие именно тени на них изображены, как именно они изображены, о чем они говорят на каждом из этих полотен, как именно следует на них смотреть и так далее и тому подобное. И на самом деле главной целью этой книги было не только представить, точнее, предоставить посетителям выставки дополнительную информацию о полотнах, которые на этой выставке были, но также и заставить посетителей выставки начать обращать внимание на различные вроде как незначительные детали на полотне и заодно Эрнст Гомбрих рассказывал еще о каких-то мелочах, которые можно было увидеть вот тогда на выставке, на картинах, на которые нужно было обратить внимание и которыми можно было при желании заинтересоваться и начать изучать еще какую-либо дополнительную информацию, читать еще какие-либо книги на другие темы, то есть не только на тему тени в искусстве, но также и на многие другие. И несмотря на то, что книга маленькая, да, повторюсь, в ней здесь всего сколько страниц? По-моему, 80 с чем-то, сейчас я вам точно скажу, так, 81. Но текста на самом деле здесь очень мало, здесь в основном репродукции картин, гравюр, эскизов, фресок, мозаик занимают пространство, я сейчас несколько разворотов чуть попозже этой книги покажу. Так вот, Эрнсту Гомбриху в таком невероятно малом объеме текста удалось сказать, объяснить, пояснить очень многое, а самое главное, ему удалось лично меня заинтересовать темой тени в искусстве, и я поняла, как же многое я упускала до этого на выставках, когда смотрела на различные картины. Я поняла, что я смотрела вообще не на то, на что нужно смотреть, обращала внимание не на то, на что нужно было обращать внимание, и вообще не смотрела на какие-либо детали, на картинах, будь то тени или что-либо еще. так что однозначно вот эта вот маленькая книга оказалась для меня абсолютного чайника в сфере искусства, очень полезной, очень интересной, очень занимательной. Мне, кстати говоря, теперь хочется прочитать историю искусства Эрнста Гомбриха, но об этом еще чуть-чуть попозже скажу. В общем, в случае со мной эта книга выполнила свою главную цель. она меня заинтересовала смотреть на картины либо другие какие-либо полотна с большим вниманием, смотреть на них более тщательным образом, рассматривать каждый вот сантиметр картины, обращать внимание на каждую деталь, даже пусть будет она маленькая, какая-то незначительная, тем не менее. Да, так что книга замечательная, я очень рада, что ее прочитала, но хочу обратить ваше внимание, что если вы не чайник в искусстве, да, как я, и в принципе вы в нем разбираетесь, вы умеете обращать внимание на детали, возможно, вы читали какие-либо работы по вот исследованию, да, как раз теории искусства, то вполне возможно, что эта книга ничего нового для вас не скажет, но с другой стороны в этом случае вы можете, точнее, вас могут заинтересовать репродукции картин, которые здесь представлены. Книга на самом деле издана просто замечательно, здесь прекрасная, белая, плотная, мелованная бумага и очень четкие, яркие репродукции картин, такое на самом деле далеко не всегда встречается, зачастую можно встретить размытые, такие неясные изображения в таких книгах, но здесь с четкостью изображения все в порядке. Так, ищу для вас какой-нибудь такой красочный пример, какую-нибудь красочную иллюстрацию, чтобы показать, как все это выглядит. Давайте сначала покажу страницу, где есть текст, чтобы вы представляли, как это вообще все выглядит, да, то есть видите, на другой странице иллюстрации, здесь вот текст уже начинается, и так как бумага мелована, как я уже сказала, то, конечно же, сейчас все бликует, переливается, но надеюсь, что вам хотя бы что-то видно. Так, давайте вот такой вот разворот покажу, еще вот такой вот. В общем, я на самом деле, когда читала эту книгу, я больше занималась не чтением, а рассматриванием иллюстрации, ну, в принципе, книга-то это и предполагала, что читатель будет тщательнейшим образом изучать каждую из этих репродукций. Да уж, ну, а посетителям выставки, конечно же, в конце этой книги Эрнст Гомбрих советовал еще раз посетить выставку и взглянуть на представленные на ней картины уже немножечко другими глазами. Вот, еще вот такой разворот покажу, один из самых моих любимых. Так, надеюсь, что вам видно. Это, кстати говоря, портрет Кристины Датской, герцогини Миланской, 1538 год. В первой половине 16 века картина была нарисована. Вот, давайте еще портрет на другой странице вам покажу. Это, насколько я помню, тоже 16 век. Нет, это 15. Это портрет Александра Морнауэра. И выполнен он был около 1464-1488 годов. Как вы можете видеть, точная дата неизвестна, но известен промежуток. Я очень рада, что эта книга попала ко мне в руки. И теперь, когда я буду посещать какие-либо выставки, картин, то, повторюсь, я буду обращать внимание на различные детали. А еще теперь я буду искать изображения мух на различных картинах и портретах. В этой книге Эрнст Гомбрих он вскользь упоминает об этой традиции или обычаи изображения мух на портретах или в каких-либо других полотнах. Вот здесь он, например, приводит вот такой вот портрет. Надеюсь, вам будет видно. И вот на головном уборе женском изображена муха. Так, эта картина называется «Портрет дамы из семьи Хофер». Нарисован он был около 1470-го года. Внизу обязательно оставлю название самой картины, чтобы вы могли в интернете найти ее репродукцию и посмотреть на муху. В общем, да, интересное, конечно же, тоже такое течение в искусстве изображения вот этих вот мух. Так что буду теперь искать их на различных картинах, присматриваться к ним. В общем, огромное удовольствие я получила от чтения этой книги от рассматривания репродукции различных картин, фресок, изображений, мозаик. И, как я уже сказала немножко ранее, теперь мне хочется прочитать историю искусства Эрнста Гомбриха. Эта книга в последний раз, насколько я помню, выходила совсем недавно, в 2021 году, и ее можно купить на лабиринте. Но меня смущает то, что в ней выровнен текст по левому краю, из-за чего верстка в книге выглядит небрежной, а на некоторых страницах даже неудачной. Я просто посмотрела как раз-таки фотографии на лабиринте, которые там выложены, и поняла, что верстка ну прям плохо выглядит, ну на мой взгляд, как-то не очень читабельна, а книга стоит немалых денег, 2000 по-моему, с чем-то, вот, ну вполне возможно, что когда я смотрела, была какая-то акция, поэтому книга столько стоила, ну вот я по крайней мере такой ценник видела на нее, и вот теперь не знаю, купить это издание или подождать какого-нибудь другого, где будет другая верстка. Ну а этой книге я поставила 5 баллов из 5, никаких сомнений у меня по поводу ее оценки не было, и повторюсь, если вы чайник в сфере искусства, то эта книга может оказаться для вас так же, как и для меня она оказалась очень полезной, очень интересной и познавательной, и вполне возможно, что благодаря ей вы заинтересуетесь искусством и начнете читать многие другие книги различных искусствоведов, различных теоретиков, историков искусства, и таким образом значительно расширите свой кругозор, по крайней мере, именно это я собираюсь постепенно делать именно этим, заниматься и погружаться в сферу искусства. Вот такими вот были книги, о которых я хотела вам сегодня рассказать, если вы читали какие-либо из них, то, пожалуйста, как обычно, пишите в комментариях, понравились они вам или нет, также, пожалуйста, пишите, интересует ли вас сфера искусства, читаете ли вы какие-либо книги, связанные с этой темой, может быть, какие-то книги, связанные с историей искусства, будет очень интересно узнать. На этом на сегодня все, всем большое спасибо за внимание, до встречи в следующем видео. Пока!